Фотограф, мастер Кузнецов Всегда любил снимать мальцов Он двух мальчишек рослых Отлично снял на веслах И если в фотоателье К нему вы подойдете Он может снять вас и в седле И даже в вертолете Ой, я кажется моргнул Хлористый что? А теперь фиксаж Загорелся яркий свет Только птички что-то нет Рассказывают, что самое первое Фотоателье в России Открылось еще при царе Горохе В 1842 году Владельцами этого фотоателье Или как тогда говорили Дагеротипного заведения Были соотечественники изобретателей Фотографии французы Которые встречали посетителей Неизменным бонжур и чашечкой кофе Что касается павильонов То чаще всего они были убраны Узорчатой драпировкой Но имелись и уголки с обоями разного цвета В каждом из таких уголков Стоял изящный столик А на нем были разложены Самые разные безделицы Это могла быть чайная чашка Статуэтка или шкатулка Все что угодно Лишь бы сделать снимок интересным Иногда посетители Привозили вещи Или даже мебель с собой Чтобы чувствовать себя На фотосъемке как дома Кресло обычно представляли Держатель для головы Иначе невозможно было Получить четкое изображение При длительной выдержке Которая могла продолжаться От нескольких секунд В ясную погоду До полуминуты в пасмурную Позже Уже в советское время Внутренний вид фотоателье Стал попроще Изящные диковинки со столиков Исчезли Другими стали и посетители Которые уже не носили шляп С огромными полями И изящных смокингов Но несмотря на все это Поход в фотоателье Все равно был событием Нетривиальным А многое в самом ателье Казалось почти чудесным И прежде всего Конечно вот такой Павильонный фотоаппарат Возле которого Уже колдовал Настоящий мастер Своего дела Разумеется Он все сделает Так Что глядя на свою карточку Вы будете довольны Даже не сомневайтесь Вот так Хорошо Подбородок повыше Еще повыше Прекрасно И не моргать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но самые главные чудеса Были все-таки скрыты От постороннего взгляда И начинались только после того Как дверь фотоателье Закрывалась за последним посетителем Оставшись наедине сам с собой Фотограф начинал Приготовление реактивов При помощи которых Он за весьма короткое время Превращал мгновение В вечность Фотолюбители знают Фотолюбители знают Что когда-то В эпоху Старой Доброй Пленочной Фотографии В специализированных Магазинах Или в фотоотделах Крупных Универмагов Продавались вот такие Пакетики С проявителями Закрепителями Осветлителями И еще многими Многими другими Реактивами Можно было Приготовить их И самостоятельно Предварительно Взвесив И смешав В нужных пропорциях Например Для приготовления Проявителя Нам потребовались бы Гидрохинон Метол Сульфат натрия И дистиллированная вода Фотолюбители Прекрасно Помнят Старую шутку Хочешь разорить Приятеля Подари ему Фотоаппарат В этой шутке Есть своя доля истины Так как Для того Чтобы изготовить Всего один фотоснимок Требылся Такой ворох Предметов Что даже Трудно себе Представить Фотобачки Ванночки Мерные стаканчики И еще Многое Многое другое Без чего Нечего было бы И надеяться Поймать Мгновение Впрочем Необходимость Иметь всю эту Массу вещей Не останавливало Не только Профессионалов Но и любителей И очень часто С нетерпением Дождавшись Ночи И погасив Свет Последние Приступали к Таинству Фотопечати 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 Печать фотографий происходила при красном свете, которому была невосприимчива фотобумага. Поэтому, приступая к фотопечати, необходимо было прежде всего запастись вот таким красным фонарем или покрасить красной краской самую обыкновенную лампочку. В центре стола стоял фотоувеличитель, который состоял из источника света, опорного штатива, держателя для негатива и объектива. Свет, проходя через негатив, падал на фотобумагу и... Впрочем, задержимся еще на одно мгновение. Прежде чем приступить к печати фотографий, давайте проверим, действительно ли комната, в которой мы собираемся это делать, темная. Для этого из конверта с фотобумагой вынимали один лист, разрезали его на несколько кусочков, которые раскладывали на пару минут вокруг фотоувеличителя. После этого бумагу проявляли. Если хоть какой-то из кусочков темнел, значит нужно было проверить все дощелочки, откуда мог идти свет. А вот теперь можно приступить к печати фотоснимков. Настраиваем объектив фотоувеличителя. Кладем под него бумагу. Раз, два, три. Теперь опускаем бумагу в кювет с проявителем. И смотрим, как на наших глазах начинают проступать контуры лиц, улыбки. Ну все, готово. Смываем проявитель и опускаем бумагу в закрепитель. КОНЕЦ А нам остается сказать несколько слов о том, что происходило с фотоснимком дальше. Чаще всего он попадал в фотоальбом, который вместе с фотографией и фотоаппаратом прошел долгий и тернистый путь изменений. От изящного в коже или в бархате с гнездами для фотоснимков, отличавшихся большой плотностью, до простого, но не менее любимого. Фотоальбомы покупали, дарили на дни рождения, делали самостоятельно. Их с удовольствием рассматривали, вспоминая себя, друзей или родственников в прошлом. Перелистать такой альбом означало всего за несколько минут погрузиться в разные эпохи и вспомнить всю жизнь человека от и до. Смеется мастер Кузнецов. Вот обслужи таких мальцов. Дай им луну средь белой дня, сними их на ракете. Ну и клиенты у меня, космические дети. Тяжело сниматься 9 на 12. С вами был Михаил Перепелкин.